Инфекцию легко можно подхватить на отдыхе, если не соблюдать правила гигиены. Чтобы этого не произошло, нужно тщательно выбирать продукты питания в магазине, отдавая предпочтение товарам в заводской упаковке. Не устраивать перекусы на солнце. Даже свежая и хорошо упакованная еда может быстро испортиться под воздействием прямых солнечных лучей. Не забывайте мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком. Если же вы чувствуете недомогание, определить инфекционное заболевание можно по нескольким симптомам. Это температура, тошнота, рвота, жидкий стол, боли в животе. У детей самое опасное – это обезвоживание. То есть здесь самый тяжелый контингент – это детки или же пожилые люди, которые тоже им опасно обезвоживание, которое грозит сердечно-судистой недостаточностью. При появлении этих симптомов, конечно, однозначно нужно обращаться к врачу, нужно обращаться либо к инфекционисту, либо к участковому терапевту, вызывать врача на дом при высокой температуре, и врач уже решает, необходима госпитализация или нет. До приезда врача, до приезда скорой помощи можно использовать, ну все это прекрасно знают, это промывание и жаропонижающее, и обильное питье. То есть обильное питье – это, как правило, солевые растворы. Один из главных источников инфекции – уличная еда. Мясо, выпечка и сладости, лежащие под палящим солнцем, могут испортиться за несколько часов. Врачи советуют обедать лучше дома или в проверенных кафе и столовых. А вот море бояться не стоит. Вопреки распространенному мифу, морская вода абсолютно безопасна, так как постоянно обновляется. Территориальный отдел Роспотребнадзора регулярно берет пробы в местах массового купания. В прошлом году не было выявлено ни одного возбудителя инфекции.